Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 26 мая, наконец-то я добралась, выбрала времени, чтобы очень подробно, не доропясь, со всеми мелочами рассказать о плюсах и минусах капельного полива различных, как сказать, вариантов. У нас вот есть вариант бочковой полив вот такой, с металлических бочек. В этом году прибавился вариант вот с этого скуба, как пластмассовая или как она называется, полиэтиленовая вот эта бочка. И есть вариант у нас капельный полив от водопровода. Я рассказывала вам, вот у нас прям выведены трубы и открываешь кран и вода льется. Конечно, капельный полив, он сильно облегчает труд огородника. Я вот почувствовала особенно вот это томатное поле, когда мы в прошлом году снабдили капельным поливом. Конечно, это земля и небо. Но если сказать, что все, поставил капельный полив и больше никаких проблем у тебя не будет, это значит слукавить немножко. Не все так безоблачно. Я сейчас расскажу, с какими проблемами я столкнулась, потому что очень много вопросов. Не обращайте внимания, тут у меня веревки вот болтаются на помидорах. Это не фэн-шуй, это я просто приготовилась подвязывать. А то некоторые уже спрашивают, это вы фэн-шую красными привязываетесь всегда. Нет, это просто процесс. И просто я решила передохнуть, распрямить спину и в это время буду рассказывать. Вот смотрите, когда я о капельном поливе узнала, я, конечно, ничего не знала, что хорошо, что плохо. У нас даже, я могу сказать, город такой, что у нас даже капельный полив я не смогла вот эти ленты в магазине купить. Пришлось искать в интернете. Сейчас многие спрашивают, на каком сайте вы заказывали все. В конце этого видео я прямо через монитор покажу, где я выписывала. Я выписывала в интернет-магазины все инструменты.ру называется. Только потому, что я выписывала уже перед этим у них стеллажи для выращивания рассады. И у них не требуется предоплата. Вот получаешь, когда в город привозят, деньги отдаешь и забираешь. Мне это очень нравится, потому что сейчас с предоплатами мы все, конечно, остерегаемся. Отправишь неизвестно кому, потом будешь ждать на деревне дедушки. Во-первых, нет предоплаты. Во-вторых, у них как-то так устроено, что у них нет вот этих вот расходов на доставку. В других интернет-магазинах я смотрела. Выпишешь товар, например, на тысячу. Спрашивают, какой способ доставки. Или там почтой, или там транспортной компанией. Очень дорого почтой посылку эту получать. Рублей 500 ты отдашь. И транспортной компанией рублей 400 тоже берется. А вот это все инструменты.ру. Я не знаю, как в других городах, но у нас есть точка вот этого вот магазина. Все инструменты.ру. И когда я там стеллажи выписывала, я удивилась, что взяли только стоимость стеллажей, а стоимость перевозки, ну не накинули вот эту вот надбавку-то. И когда я выписывала ленты, тоже там указано вот тысяча за два круголя, тысяча сто что ли. И так тысяча сто мы и отдали. За доставку мы ничего не платили. Я не знаю, кто будет выписывать, поинтересуйтесь, так ли это. Но мне показалось, что не прибавляется доставка товара. Может быть потому, что они все это везут централизованно, везут свои товары. И попутно вот эти вот докладывают наши. Но я не знаю, врать не буду. Покажу я вам потом страницу этого сайта. Так, на чем остановилась. И вот мне даже купить эти ленты я не смогла. Естественно, я не знала, какая ширина шага лучше, какая хуже. Как с ними что обращаться. Короче, первый опыт мой был. Конечно, мы поставили вот эти вот. Ну, я посмотрела в интернете, что надо вот бочки поставить. Муж купил бочки бушные, лукоиловские. Сейчас буду их закрашивать. А то некоторые еще подумают, что я компанию лукоил рекламирую. Каждый год показываю эти бочки. Вот все, поставили мы их, подсоединили. Как это сделано, показывать не буду. Дам ссылку на прошлогоднее видео. Я там все-все подробно рассказывала. Куда дырочку сделали, куда пошел шланг. Но мы встретились с такой проблемой, что вот этой бочки одной на теплицу мало. Она же 200 литров. И выходит, что там даже, вот когда в такой период завязывания плодов цветения, по 4 литра высчитываем на растение, ее мало. Мне приходилось наливать еще одну и потом еще пол бочки. Это проблематично. Следующая проблема, которая встретилась нам с использованием этих бочек, то, что вот это, они железные. И вот эта ржавчина неизбежна. Все равно там все это ржавеет. И ленты забиваются. И на лентах появляются вот это вот как бы рыжая такая рыжая. Вот где дырочки, рыжая-рыжая. Рыжий осадок на лед. И вот прошлогодние ленты, вот здесь, которые мы использовали, я в этом году стирала в машинке. Стирала в машинке с порошком. Я все и укрытые стираю в машинке. Вот эти ленты постирала. Они не испортились, ничего. Но дырочки до конца не пробились. И еще, многие используют через эти ленты, ну, выливают туда, короче, удобрения, подкормки, все. Это тоже, как бы, вот этим дырочкам вредит. Ну, короче, как если сказать одними словами, если вы туда будете подкормки всякие, вот некоторые, фитоспорин. Я один раз тоже делала фитоспорин в прошлом году. И один раз гуми. Мне не понравилось. Мне кажется, что все-таки они забивают, хоть я и фильтровала перед тем, как туда их отправить. Мне кажется, они забивают эти дырочки. Дырочки там микроскопические. Пробовал муж там, где забивается рядом, проткнуть иголкой. Это уже не то. И вот в этом году, чтобы избавиться от државчины, я сейчас вам покажу, вот в той теплице до сих пор еще не установили капельный полив, только потому, что готовим бочку. Сейчас покажу, как. Чтобы вода оставалась как можно дольше чистой, в этом году решили бочку покрасить, чтобы не было взаимодействия реакции воды и железа, потому что вода и железо неизменно получается ржавчина. Вот теперь она сейчас, сегодня еще один день подсохнет, и будем устанавливать, наверное, теперь к выходному капельный полив вот в той теплице, где еще остался вот этот бочковой полив. Потому что в Новую Уральскую мы купили вот этот куб пластмассовый, который я говорила, что за 5000 тонн воды туда входит. Там, конечно, нет никакой ржавчины, но там, опять же, меня люди предостерегают, что если он будет открытый, советуют вот эту черную ткань сшить, чехол накидывать, что если он будет открытый на солнце, то вода зацветет. Это тоже какой-то, можно сказать, как неприятный минус, если действительно это так. Но я еще не знаю, у меня пока еще ничего не было. Вот у нас в этом году покрасочный цех. Будем красить, постараемся покрасить все бочки. Вот те минусы, которые в бочках встретились, я вам сказала, могут ржавчиной забиваться. И вопросов очень много про капельный полив. Все говорят, правда, что хватает всего на год. Вот смотрите, там, где бочка у нас, первый год он отработал идеально. Вот в той теплице, которая сейчас с подогревом, второй год он уже начал плохо пропускать. И вот в этом году, третий год он у нас, как, ну, возраст уже будет третий сезон. И я вот сейчас крепко подумаю, укладывать эти ленты в третий раз или лучше заменить. Теперь в сравнении с водопроводным, вот это от водопровода, тут у нас ничего не забивается. Тут ничего не забивается, вот эти ленты один сезон в прошлом году отработали. В этом году мы их снова постелили, снова включили, и нет ни одного пропуска. То есть, когда вот забит, вы понимаете, что если забилась дырочка, значит пропуск. Эта лунка уже не полита. И вот в теплице ходишь, тут лунка не полита, там две не полито. И вот надо или пробивать новые дырочки, если уже совсем крест ставить на этих капельных лентах, или как-то некоторые люди замачивают, там с хозяйственным мылом моют. Но это все проблемы, это все неприятности. Вот в случае с водопроводным поливом, этого мы избегаем. Тут не появилось за сезон ни одной ржавой, как налета. Сейчас вам покажу, где дырочки-то у нее. Ой. Ну вот она, дырочка, например. Даже нет намека на ржавчину. Вот она, дырочка. А в теплице вокруг вот так ржавчина. Но тут опять, не бывает без минусов. Тут очень сложно, когда включаешь кран от водопровода, очень сложно высчитать давление. Если человек не будет внимательно вот к такому типа полива относиться, то будет или срывать вот эти ленты капельные в местах подсоединения, или будет срывать там, где присоединяется вот эта вся конструкция к выводу от водопровода. Все это тоже очень сложно предугадать. Я делаю так. Я включаю понемножку. Немножко включила. Вот он растолстел, эта кишка-то. Я трогаю. Твердая или нет. Если она мягкая, совсем как неживая, я прибавляю еще. А если она, например, ее разбомбит так, что я не могу даже ее нажать, значит быстро убавляю. Это все на интуитивном уровне. Это все на уровне ощущений. И каждый человек, у каждого водопровод разный. Он должен сам подбирать вот этот вот диапазон, где можно включать, где нельзя. Так, хорошо поливает, не забивается. Но тут уже вы не сможете через капельный полив не пустить никакие подкормки, никакие обработки, ни фитоспорин от бактерий. Если вот такой капельный полив, то все-все, что вы хотите дать своим томатам, вам придется вручную, в луночке, ведерком, ковшечком. Вот поэтому у меня вот эти томаты на поле получают очень редко подкормки. В том году, по-моему, всего два раза я им чего-то давала. Потому что это нереально, наклониться к каждому томату. Да и ладно наклониться, надо ведра же с этими фитоспоринами или с чем-то таскать. Тут у меня обработки только по листу. И вот где у меня нет возможности что-то дать им под корень, тут, конечно, лучше осенью грунт готовить заранее, чтобы летом только поить и только чуть-чуть легкие такие опрыскивания по листу. Так, сказала, с железными бочками плохо, там ржавчина нужно или красить, или что-то. С водопроводом тоже не очень хорошо, потому что давление не предугадаешь, и подкормки никакие вы не сможете сделать. Тут они будут чисто одну воду пить, все. С бочкой, которая дорогая, вот этот куб тонна. Там мне вроде сейчас нравится, там и чистенько, но в этот куб я тоже, наверное, побоюсь добавлять каких-то, как сказать, вот этих подкормочных средств или каких-то средств обработки, вот как фитоспорин, гуми, что-то такое вкусненькое. Потому что там маленькие вот это вот входное отверстие, куда-то, там не залезешь, ее не помоешь, как вот железную бочку. Мы вчера сняли, вот так вот ее всю там помыли, этим железным ершиком, отшкурлупили всю, покрасили. С ней можно делать хоть что. Там отверстие небольшое, туда не залезешь, и я боюсь, что если на стенках останется какой-то осадок, вот от этих... Люди любят вот так себе упрощать, бух туда, и пусть льется по всем кустам. Это я тоже делать не буду, потому что она дорогая слишком, я хочу, чтобы она мне на долгие годы осталась служить. И мне придется вот в той теплице, и где выведена там туда, сейчас я туда пройду, вам покажу, придется тоже руками, ковшичком, если захочу что-то обработать или опрыскивать. Как вы поняли, все варианты, вот у нас уже три варианта, железная бочка, потом водопровод, и вот этот большой куб, который не ржавчиной, там, конечно, не будет забиваться, ничего, там все хорошо будет. Но, опять же, для обработки он, его нужно беречь, чтобы внутри какой-то гадости там не завелось, потому что его потом уже не залезешь, и железной щеточкой не прочистишь. Сейчас подойдем мы к нему. Вот, кстати, та теплица, где Ленка проработала уже два года, и на третий год я ее боюсь укладывать. Видите, у меня тут все сухо, у меня тут капельного полива пока нет, и пока что я тут все поливаю в ручном режиме, когда мне нужно поливать, я прям сюда захожу шлангом, укладываю его, держу там на протяжении какого-то времени, потом дальше прохожу. Конечно, этого недостаточно. При такой жаре, вот у нас сегодня до 36 передали, нужно бы поливать-то раз в три дня, но это физически невозможно. Будем думать, укладывать новые ленты, или те как-то реставрировать. Конечно, купола с таким объемом воды, мне пока что нравится больше всего. Я показывала, что у нас идет на теплицу и на уличную плантацию. Вот позавчера налили тонну, вчера мы спустили на два объекта, полилось, за ночь полилась вот эта теплица, вот эта, которая уральская, и вот эта плантация, которая технический проход между домом и этой теплицей в такую жару. Это очень, кстати, сразу и эта, и теплица. Все полностью, они напились, потому что эти высаживали в самую-самую жару, им тяжело вот эта адаптация и все. Но вот чехол я, наверное, буду все-таки шить на нее, на этот куб, на бочку. В этом году первый раз вот эту грядку и под черной тканью тоже сделали водопровод. И вот я только приспосабливаюсь. Сегодня включила утром, ушла куда-то, пришла, шланг сорвала. С этим краном я еще не умею работать. Ну как я умею с ним работать? Я когда поливала, я его включаю на полную, шлангом поливаю. А чтобы найти вот ту золотую середину, когда, чтобы капало хорошо и чтобы не срывало, я еще не научилась. Вот раза два-три еще, когда он меня сорвет, тогда я уже буду знать, в какой позиции должен остановиться кран, чтобы не срывало. Конечно, капельный полив безусловно хорошо. Я лучше три раза, дня два буду приспосабливаться к этому крану, потом все лето я даже заметку сделаю, до какой позиции я могу направлять кран. Лучше я два дня обучения пройду, самообучение, чем потом все лето вот по этим рядам скакать. Сейчас покажу сайт, на котором я выписывала. Может быть, кому-то поможет. Сразу скажу, что первый раз я брала шаг, так скажу, и сейчас я вам 30 сантиметров вот в эту теплицу. Мне показалось, что мало, хотелось почаще дырочки. В открытый грунт, вот томатное поле, я взяла 20 шаг. Мне нравится больше. Почему больше? Потому что меньше по времени, дырочек больше, а не почаще. И вот эта вот сплошная влажная полоса устанавливается быстрее. В этом году я тоже хотела сделать, взять шаг 20 сантиметров. Там же есть еще и 30, и 40. И мне кажется, что я выписывала 20. Ну, я, наверное, тут уже просто закружилась. Но пришла лента, написано, шаг 30 сантиметров. Ну, ладно, можно и 30 сантиметров, он тоже подходит. Просто немножко по времени, немножко дольше ждать, когда она все это прольется. Все, посмотрим сейчас сайт. Вот так вот капельный полив выглядит после стирки, после железных бочек. Видите, вот эта ржавчина, которая скапливается около этой дырочки, она даже не до конца отстирывается. И если заглянуть внутрь, как бы, чтобы видно было, видите, видно, что там внутри ржавый налет. Вот, именно поэтому, понаблюдав вот за этими ржавчинами, мы решили лучше покрасить бочки. Вот, прошлогодней эти капельные ленты я постирала, бочки покрасила. Думаю, что проблем с ржавчиной будет меньше. Как я уже говорила, я, конечно, уже, там, где была моя заявка, я удалила все эти письма. У меня осталось вот это письмо, где они мне написали, ваш заказ принят. Но тут есть все. Тут есть вот телефон, есть название вот этого сайта. И, так, вот видите, у меня было количество капельная лента Profit по 60 метров, по-моему. Ага, 60 метров, 648 рублей, выходит 10 рублей метров, 10 рублей метр и 1200 стоимость. Номер заказа, самовывоз, без коммунарской 29. Именно вот эту сумму я и платила, без каких-то там транспортных расходов, без добавки. Так, сейчас дойдем до конца. До конца. Все. Вот кто хочет зайти посмотреть, может зайти посмотреть. я говорю, что я заказываю, я заказываю, знаете, по какому принципу? Там, где попроще доставка. Вот здесь у нас, у них есть пункт, вот тут указано, коммунарский 29. Там просто магазин какой-то, и у них там есть пункт, их, вот, все, что у них выписываешь, туда привозят, и в этом магазине забираешь. Никаких дополнительных расходов, ничего. Быстро. Я в прошлом году там стеллажи заказывала, в прошлом году капельную ленту заказывала. В прошлом году понравилось, в этом году тоже заказала там же. Продолжение следует...